Здравствуйте, друзья мои! С вами Винкондишн, и в студии я, Александр Хоббитиран, и Фёдор, известный вам по нашим дектехам и модерновым играм. Фёдор, совсем недавно я стартнулся с проблемой, и хочу апеллировать к вашему опыту. Я приобрёл несколько дуалок, то бишь труландов, и понял, что боюсь хранить их вот в таком вот простом декбоксе. Да, я засунул их в двойной протектор, но мне всячески боязно хранить их и переносить их в таком кейсе. Как мне защитить свою модерновую деку, а также свою ЕДХшную деку с мастерписами, дуалками, файловыми монодрынами от веяния времени и прочего урона? Ну, для начала можно надеть на них протекторы, они же защитные кармашки, получше, потому что тут сейчас тоже не сахар, но об этом, наверное, в следующий раз. И можно приобрести коробку для колоды, она же декбокс, получше. Они тоже бывают разными. А какими же бывают декбоксы? Ну, двойными, одинарными, пластиковыми, кожаными, с разными вариантами закрытия и так далее. Ничего себе! Давайте все вместе окунемся в этот загадочный и причудливый мир декбоксов. Источных канав. Начнем с самого простого. Это, можно так сказать, базовые, самые распространенные декбоксы, которые вы можете найти в любом московском клубе. Самый дешевый, самый бюджетный вариант. Разнообразие у них неимоверное. Но есть несколько нюансов. Первый, самый главный, это разница в размере. Маленькие предназначены для хранения 80 и более карт, а большие для хранения 100 и более карт. По крайней мере, так заявлено на всех сайтах Ultimate Guard, Ultra Pro, Legion и прочие, прочие, прочие. Но есть такой момент, что это работает только в том случае, если вы храните свою колоду в одинарных протекторах. А в случае, если вы храните ее в двойных, это уже не работает. И мы поднимаемся на один этаж вверх. То есть, в коробочку для 80 карт ваша обычная констракт от колоды, которая составляет из себя 60 карт основной плюс 15 дополнительной, уже не влезает в этот декбокс в двойных протекторах. Вам нужно будет покупать коробочку, которая предназначена для колод ЕДХ, он же команды. Далее. Они есть как вертикальные, так и горизонтальные. Самое распространенное это вертикальные. Их можем встретить вообще везде. Но лучше хранить колоду в горизонтальных, потому что так в нем карты будут портиться немножко медленнее. За счет того, что они лежат на боку и они немножко меньше сгибаются. Не существенно, но если у вас карты лежат по несколько лет, то ощутимо. Далее. Они могут быть как обычные откидные, пластиковые. Достаточно простой бюджетный вариант, но он имеет тенденцию ломаться на сгибе. И периодически ломаться вот здесь вот сбоку, когда вы слишком сильно открываете коробку, чтобы достать свою колоду. Также существуют на липучках. И с собой у меня, к сожалению, здесь не оказалось. Но они тоже откидные, но у них откидывается вся верхняя половина декбокса. Такие наверняка встречали. Далее их можно еще кальцифицировать по удобству хранения. Те, у которых обычные откидные, их удобно хранить, ставя друг на друга. Там, в ячейке, когда вы, там, собрались команды или у вас просто много своих запасов. Их достаточно удобно таким методом хранить. Но в случае, если у них крышка на липучке, их уже становится не так удобно хранить, потому что они начинают друг друга падать в ячейки и так далее. Шататься, и все очень плохо, и это дополнительно вредит вашим картам. За второй тип можно принять тоже, можно сказать, базовый декбокс. Они из такого же материала, но они двойные. Они предназначены для того, чтобы хранить себе либо две колоды, либо колоду и все к ней необходимое. Там какие-нибудь токенчики красивые. Вся колода, вот, у вас сайдборд, запасные протекторы, токенайт. Все, что нужно, кроме, пожалуй, кубов. А кубы в магии бывают нужны достаточно часто, и в таком декбоксе для них нет места. В остальном, для хранения вашей колоды, это, наверное, будет один из самых лучших бюджетных декбоксов. Если вы играете как-то там коллективно, командой, вас 3, 5, 10, 500 человек, вам, наверное, будет удобнее складировать ваши колоды вот в такие коробочки. Это обычный Ultimate Guard, Ultra Pro на 100 плюс карт. Самым популярным, по крайней мере, в Москве является такой тип декбоксов, как Flip Box. Открываются примерно вот таким образом. Делаются они то ли из кожи, то ли из кожзама. Честно говоря, я в этом деле не знаток, ничего не могу сказать, скорее всего, ошибусь. Они тоже есть 80 плюс, они есть 100 плюс. Они есть также двойные, чтобы хранить колоду, сайдборд, дополнительные запасные протекторы, токенчики и так далее, и тому подобное. Крышечка у них на магнитах, это достаточно хороший по соотношению цена-качество-выбор, но у них есть небольшая проблема в том, что, если вы переносите свою колоду в рюкзаке, у вас колода как-то колбасится, затем вас толкнули в метро, а потом вы решили закинуть сверху в рюкзак, скажем, бутылочку воды. Что произойдет с вашими картами? Вопрос на засыпку. С ними произойдет очень плохая вещь. Они, скорее всего, испортятся. Погнутся, помнутся, порвутся и так далее. Соответственно, они упадут в цене, и перепродать эти самые дуалки и шедевры вам будет в разы сложнее. По крайней мере, за их реальную стоимость. Собственно говоря, это, наверное, единственный минус этих дэкбоксов. В остальном, они очень эстетичные и весьма долговечные. Итак, самая проблема этих дэкбоксов. Они со временем обшарпываются. Можете заметить, что вот этот дэкбокс у меня уже находится на протяжении примерно 2-3 лет. В то время как этот примерно год. Он еще не потерпел особых дефектов. Но можно заметить, особенно вот внизу, где он прикасается с какими-то вещами, которые лежат в сумке с ручкой, с краем блокнота, которые необходимы на соревновательных турнирах. Здесь сверху, когда какие-то другие колоды на него встают, дэкбоксы бывают, особенно вот эти вот пластиковые, базовые. Можно задеть вот этим краем. Тут достаточно острый угол. Ну, для кожи человека он, разумеется, не острый, но для коробки он будет оставлять какой-то след, который со временем заставит вас подумать, что эта эстетика этих дэкбоксов не стоит тех средств, которые вы в него вложили. Потому что ничего кроме колоды в эту коробку вы положить не можете. Следующий тип дэкбоксов, которые вы можете тоже встретить достаточно часто, это так называемые башни. Они же тауры. Самый распространенный Monolith от Ultimate Guard и Satin Tower от Ultra Pro. По функционалу между ними нет никакой разницы. По цене в целом тоже. Они одинаково раскладываются на поддон для кубов, который влезает примерно 20D6 и 1D20, что вам будет более чем достаточно, если вы играете какими-нибудь там афинити или человечками. Они достаточно ударопрочные, их трудно поцарапать. Это можно сделать только намеренно, вот случайно они никаких дефектов не получат. Но у них есть одно весомое различие, и нет, я говорю не про то, что Monolith просвечивает. Они есть просвечивающие, они есть не просвечивающие. Это неважно, это вопрос вкуса. Они оба открываются с достаточным усилием, чтобы не распахнуться случайно где-то в сумке, в коробке, при перевозе и так далее. Но Satin открывается, как вы можете видеть, горизонтально, а Monolith открывается наискосок. Тут сейчас лежат просто пустые протекторы, но если мы положим в Monolith колоду, как раз 5C Humana, и начнем открывать этот декбокс на турнире, можно случайно сделать как-то вот так. Нет, не получилось. Но в половине случаев, по крайней мере у меня, может у меня руки такие кривые, у меня колода частично высыпается из вот этого нижнего среза. Соответственно, я не могу рекомендовать этот декбокс каждому магу, только самым пряморуким и стрессоустойчивым. Satin в этом плане гораздо лучше. Также у нас здесь не представлены, но они еще есть, тоже Тауры, но в более дешевых вариациях, которые мы, к сожалению, в Москве, чтобы вам показать, не нашли. Это Болдеры от Ultimate Guard и Декан Трей, это тоже от Ultimate Guard, самый джетный вариант, он скорее приближен к ранее показанным базовым коробкам, нежели вот к такому вот хорошему пластику, который вам прослужит не один год. И последним типом декбоксов, о котором я вам хочу рассказать, это так называемые декбоксы, ну, по крайней мере, я их так называю, это декбоксы с отделениями. Они существуют самых разных форм, расцветок и размеров. И начнем мы с самого маленького. Он представляет собой, по сути, тот же флип, в котором колода хранится горизонтально. Также от этого конкретного декбокса, к сожалению, протерялось, но у них во всех есть небольшая чашечка, из которой ваша колода никак не выпадет. Вам надо сначала достать эту чашечку, а потом уже доставать колоду. Это их сильное преимущество относительно вот ранее показанных флипов. Также тут есть отделение для кубов. Вот примерно такого же рода у вас отделение для колоды, в основном. В нем его хватает, чтобы хранить там одну колоду, пару токенов и кубы. Ни о каких запасных протекторах и так далее речи быть не может. А БВТ-кина для такого декбокса тоже будут великовато. Совсем забыл уточнить, это декбокс производства Ultimate Guard. Это Flip'n'Tray 1. Также есть у них Flip'n'Tray на две колоды. В нем может храниться вот как раз, собственно, такая же чашечка там должна быть. В нем может храниться две колоды, но гораздо удобнее использовать это на одну колоду, на какие-то ваши кубы. Я вот люблю собирать коллекцию кубов на все случаи жизни. И какие-то всякие запасные полезные мелочи. Например, коллекция токенов на все случаи жизни. запасные протекторы, запасные перфекты, деккипер и самое приятное удобство. Оно, разумеется, годится для соревновательной магии, потому что этого с вами никто не будет делать на регулярии. Я говорю, разумеется, о декчеках. Когда у вас ваша колода находится вот в таком виде на столе, то есть вот здесь ваш сайдборд, ваши кубы, ваша колода где-то в процессе игры, в процессе, вернее, размешивания, к вам подходит судья и говорит, сдайте колоду на декчек. Вы кладете свою колоду обратно в это отделение и отдаете господину судье. здесь здесь у вас могут находиться любые карты, даже там в легальной формате, за что, насколько я знаю, очень многие в свое время получали там и геймлоссы, и матчлоссы, если особо ирьяно спорили, получали дисквалификации, потому что, ну, такое уж и ПГ. А в случае, если вы пользуетесь таким декбоксом, вам совершенно не обязательно сдавать основную часть, вы сдаёте только вот мои 75 карт и всё. Всё, что внутри, вы никуда не сдаете, оно всегда остаётся при вас. Далее. Последний декбокс из этой серии, он абсолютно точно такой же, как ранее указанный от Ультимейт Гуарда, со всеми такими же преимуществами, плюсами и так далее, но это декбокс производства Легион, а не Ультимейт Гуарда, и его минус заключается в том, что при абсолютно одинаковой вместительности и абсолютно одинаковом функционале он больше, чем нужен. Его я не вижу смысла транспортировать вам с собой лишние 2 сантиметра, которые не несут никакого функционала. Вам неудобнее в нём будет хранить колоду, даже в связи с тем, что сами отделения являются верхнее, и оно является практически квадратным. У вас колода может поместиться как горизонтально, как продольно, так и поперечно. И у вас из-за этого могут некоторые карты гнуться и портиться процесс транспортировки. Ну, я надеюсь, Александр, ты что-то понял из вот этой всей телеги, что я тебе гнал последние полчаса? Я понял, что мир магии, он безграничен, и чем глубже ты в него погружаешься, тем больше нюансов и мелочей ты познаешь. Сегодня я узнал многие, как и наши телезрители, о тэкбоксах. Я задумаюсь о приобретении чего-то более функционального и надежного, чем мои обычные пластиковые тэкбоксы. И думаю, я найду в этом свой винкондишн. Ну и какой же из тех, которые я показал сегодня, ты выберешь? Так как я в основном играю EDH, мультиплеерный командор и карточек у меня 100, пожалуй, я выберу Satin Tower, потому что мне показалось, что он наиболее комфортно ввестит все мои 100 плюс карт в двойных протекторах, а также обеспечит мне нужную защиту, чтобы в моей сумке они не раскрылись. Ну и также и дайсы, которые всегда нужны, будут всегда со мной. Очень приятный продукт, который, я думаю, поможет мне сэкономить, сать денег и защитит меня от непредвидительных обстоятельств. Да, согласен, я думаю, что это будет самый лучший выбор для любого конструктного игрока, особенно EDH-шника. Также, если у вас все-таки имеется какой-то тим, я вам буду рекомендовать такие виды нэкбоксов, которые наименее ресурсоемки, которые можно легко заменить в любой ситуации и которые очень удобно подписывать сверху. И простые выполнятся. Да, ну, в нашем случае мы предпочитаем использовать нумерацию на дэкбоксах, их тоже можно подписывать. Это, наверное, будет второй по порядку вариант, который я бы рекомендовал для каких-то коопераций игроков. Для личного пользования, конечно, да, я понимаю, на вкус и цвет фломастера разные, но я ни в коем случае не могу рекомендовать флипы, потому что да, каюсь, я от этого пострадал. Я потерял так, несколько своих колокольчиков. После чего, собственно, и перешел на двойной флип-н-трей, в котором... Нет, это 1р. Средний. В котором можно хранить все удобно, оттуда никогда ничего не вывалится, кроме разве что ваших токенов, которые вы достаточно быстро сможете найти замену, я думаю, запасных протекторов, которые тоже обидно, но не смертельно. Друзья, на этом все. Если у вас остались вопросы по использованию декбоксов, по опыту их эксплуатации, то пишите в комментариях, Федор на них с удовольствием ответит. Врать не надо. Но ему придется это сделать. Вот это уже ближе к истине. А в следующем выпуске мы постараемся рассказать вам побольше о защитных кармашках, они же протекторы, которых магия уже истратила наверное больше нескольких миллиардов за свою жизнь, если не больше. И они тоже бывают разными. Их я насчитал 16 видов. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии о каких неигровых аспектов магии вы хотели бы узнать и профессиональные игроки поделятся своим опытом. Сначала пригласи сюда профессионального игрока, а потом уже обещай. Щетка обещал прийти. Так работает. Друзья, пока-пока, лайки, подписка и ждем вас снова на нашем канале. До скорых встреч! До новых встреч! До новых встреч!